Всем привет! Меня зовут Максим Олегович и мы продолжаем подготовку к профильному ЕГЭ-2018 по математике. Сегодня мы будем продолжать разбирать 19-ю последнюю задачу из ЕГЭ, решать все три пункта. Ну и я буду, естественно, рассказывать, за что могут здесь снять баллы и что именно нужно написать, чтобы баллы сняты не были. Итак, у меня здесь, соответственно, условия на мате у вас на доске. Смотрим. На доске написано 100 различных натуральных чисел, причем известно, что сумма этих чисел равна 5120. Ну, все понятно. Пункт А. Может ли на доске быть написано число 230? Пункт В. Может ли быть такое, что на доске не написано число 14? И пункт В. Какое наименьшее количество чисел, кратных 14, написано на доске? Эта задача, кстати, предлагалась на ЕГЭ-2017 в основной волне. Итак, смотрим. У нас есть 100 чисел, все различные, что очень важно. Их сумма равна 5120, да? Ну, давайте запишем. Сумма 100 различных чисел. 5120. Ну, и может ли быть такое, что на доске записано число 230? Ну, смотрите. Во-первых, когда данный набор чисел, мы с вами это уже проходили, всегда неплохо было бы их упорядочить по возрастанию от самого маленького к самому большому. И проверить минимальность суммы возможной, да? Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Предположим, что у нас число 230 есть на доске, да? Вот, предположим, что оно может быть. И я хочу посчитать, а какая тогда самая маленькая сумма чисел возможна на доске? Ну, как я это сделаю? Естественно, я возьму число 230, правильно? И возьму самые маленькие 99 чисел. Всего чисел 100, одно из них 230, дальше я возьму 99 самых маленьких. Какие 99 самых маленьких различных чисел я могу взять? Ну, это 1, 2, 3, 4 и так далее до 99. Вот, теперь мне, соответственно, нужно все это дело сложить и понять, вот, чему равна такая сумма. То, что эта сумма минимальная, сомнений никаких нет, да? Число 230 мы взяли только потому, что нас спросили в пункте А, может ли оно быть записано на доске? И мы предположили, что оно может быть записано, вот оно. А все остальные числа мы взяли самыми маленькими. Ну, давайте сложим. Значит, что у нас здесь? Это у нас арифметическая прогрессия, мне 99 слагаемых, как мы считаем сумму, нужно сделать 1 плюс 99, то есть А1 плюс АНТ поделить на 2 и умножить на 99 на количество слагаемых. Значит, здесь у нас будет 50 умножить на 99, это у нас, соответственно, 4950. Итак, 4950 плюс 230, это у нас получается 5180. Ну, соответственно, 5180 это точно больше, чем 5120. То есть, что мы получили? Мы предположили, что число 230 может быть записано на доске, записали его. Дальше остальные 99 чисел взяли самыми маленькими различными, какими они только могут быть. И все равно, даже взяв самые маленькие числа, мы получили, что итоговая сумма чисел будет больше, чем то, что нам нужно. Вывод, значит, число 230 на доске записано быть не может. То есть, мы предположили, что оно может быть записано и получили противоречие. Значит, этого быть не может. В пункте А ответ нет, число 230 записано на доске, быть не может. Что здесь нужно в решении написать? Здесь должны быть слова, что запишем числа в порядке возрастания. И здесь должны быть слова, что возьмем, типа, должны быть слова, пусть число 230 записано на доске, а дальше возьмем 99 самых маленьких различных чисел, вот они. Дальше тупо считаете, ничего писать не нужно и говорите, что даже взяв самые маленькие 99 чисел и 230, их сумма вот такая, она больше 5120, соответственно, получили противоречие, значит, то, что мы предположили. Что число 230 может быть на доске, наше предположение не верно. Значит, этого числа на доске быть не может. Ответ нет. Все, да? Не пренебрегайте вот этими словесными доказательствами. Их обязательно нужно писать, вот прям писать ровно то, что я только что сказал, да? Вот. Соответственно, ссылка на задачу обязательно будет в описании видео. Вы можете посмотреть, как задача оформлена на сайте и, соответственно, понять, что нужно писать, а что не нужно. Дальше пункт Б по формулировке очень похож на пункт А. Только там спрашивается, может ли быть такое, что число 14 не записано на доске. Ну, будем действовать точно так же. Упорядочим все числа по возрастанию и выкинем оттуда число 14, да? Только здесь сначала запишу еще 100, да? То есть возьму 100 самых маленьких различных натуральных чисел. Дальше мне сказали, что число 14 надо выкинуть. Я вот здесь вот так вот 14 запишу и выкину его. Так как я выкинул число 14, у меня осталось на доске записано 99 чисел. Соответственно, я одно число какое-то должен добавить. Мы сами уже поняли, что идея задача в том, что мы рассматриваем минимальную возможную сумму. Поэтому, чтобы сохранить минимальность суммы, я должен добавить самое маленькое возможное следующее число. То есть число 101, да? То есть вот была самая маленькая от 1 до 100, самая маленькая сумма 100 различных натуральных чисел. Число 14 мы выкинули, поэтому нам нужно взамен что-то поставить. Мы взяли самое маленькое следующее число. Ну, теперь давайте посчитаем, чему получилась равна сумма. Изначально она была равна 1 плюс 100 пополам умножить на 100. Это была сумма первых 100 чисел. Затем мы выкинули отсюда число 14 и добавили число 101. Ну, давайте посчитаем. Тут у нас 101 умножить на 50 плюс 101 и минус 14. Равно. 101 умножить на 50 это 5050 плюс 101 минус 14. Соответственно, здесь у нас получается 5151 минус 14 равно 5137. И 5137 опять получилось больше, чем 5120. То есть еще раз. Мы опять предположили, что это условие может быть выполнено, которое мы спросили, да, в задаче. То есть, что число 14 может не быть записано на доске. Рассмотрели минимальную возможную сумму 100 различных натуральных чисел без числа 14. И она получилась больше, чем то, что должно быть. Опять пишем противоречие. Наше предположение о том, что число 14 может не быть записано на доске, не верно. Значит, ответ нет. То есть, нас спросили, может ли оно быть не записано на доске. Нет, не может быть. Оно обязательно должно быть записано на доске. Вот такой простой пункт В в связке с пунктом А. Они почти одинаковые. Ну, и в пункте В нас спрашивают, какое наименьшее количество чисел, кратных 14, может быть записано на доске. Будем действовать точно таким же способом, да. Будем рассматривать минимальную сумму. Мы уже поняли, что вся проблема именно внести. Постоянно получается так, что сумма больше того, что нужно. Ну, давайте изначально возьмем минимальный набор из 100 различных натуральных чисел. Мы так уже делали. У нас здесь числа от 1 до 100. Да? Затем, что я предлагаю делать? А я предлагаю убирать отсюда числа, кратные 14, да. Ну, то есть, во-первых, давайте посчитаем, сколько у нас здесь чисел, кратные 14. Давайте выпишем их, да. Какие они? 14, 28, 42, 56, 70, 84, да. И 98. У нас их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, да. Но мы хотим сделать меньше, потому что 7, как бы, ну, вот. Это возможно, очевидно, но мы хотим попробовать сделать меньше. Как мы будем поступать? Как нам нужно действовать, чтобы сумма, сумма чисел оставалась минимальной? Мы должны, получается, выкидывать самое большое число, кратное 14, да, чтобы сделать сумму минимальной. А вместо него добавлять самое маленькое, следующее число. Ну, давайте так и будем делать. То есть, сейчас мы отсюда выкидываем число 98. Просто 8, а вместо него добавляем какое число, сразу после 100 идет, 101, да. Я черным буду обозначать числа, которые выкидываем, а фиолетов те, которые добавляем. Плюс 101. Сделали эту манипуляцию, мы с вами обязаны посчитать, чему получилась равна сумма, потому что вдруг она уже получилась больше, чем 5120, и это уже невозможно, да. Давайте смотрим. Значит, мы выглядели, что сумма первых 100 различных натуральных чисел, это у нас 5050, да. Минус 98 плюс 101, это 5050, просто плюс 3, равно 5053. Никаких проблем, это меньше 5120. Нас все устраивает, у нас все хорошо, пока все получается. Действуем дальше. Затем выкидываем следующее число, кратное 14, самое большое после 98. 98 мы уже выкинули, выкидываем число 84, да. Минус 84, но вместо него мы должны добавить следующее число, самое маленькое после 101, плюс 102. Еще раз, зачем мы это делаем? Мы хотим делать, чтобы делать так, чтобы сумма была минимальной, и хотим выкинуть как можно больше чисел, кратных 14, чтобы их как можно меньше осталось в нашем наборе. Потому что в задаче нас спросили, какое наименьшее количество таких чисел, кратных 14, может быть записано на доске. Но мы делаем наименьшее. Вот. Значит, смотрим. Мы сделали минус 84 и плюс 102. Проверяем. У нас была сумма 5053. Минус 84 и плюс 102. Это 5053. Просто плюс 18. И это у нас получается 5071. Пока что это меньше, чем 5120. Все в порядке. Мы можем продолжать, пока никаких противоречий нет. Мы не вышли за ту сумму чисел, которая у нас есть. Действуем дальше. Выкидываем число 70. Минус 70. И вместо него добавляем такое число. Следующее после 102. Это 103. Опять проверяем. У нас было 5071. 5071 минус 70 и плюс 103. Это равно 5001 и плюс 103. 50104. Пока что это меньше, чем 5120. Все в порядке. То есть три числа уже выкинули. Идем дальше. Выкидываем 56. 56 минус 56 и плюс следующее число после числа 103. Плюс 104. Значит проверяем. 5104 минус 56 и плюс 104. Это 5104 и плюс 48. А это уже 5152. Это больше, чем 5120. Ага. Мы поняли, что если мы выкинем еще к тому же число 56 и добавим следующее, да, самое маленькое 104, то уже минимальная сумма будет больше допустимой. Больше, чем 5120. Значит, выкинуть 4 числа кратных 14 из набора, да, самого минимального точно не получится. Мы только что это с вами доказали. Еще раз. Потому что мы выкинули самые большие числа кратные 14. Вместо них добавили самые маленькие следующие числа. И итоговая сумма получилась больше допустимой. Значит, такого быть не может. Значит, максимум, который мы можем выкинуть, это 3 числа. Значит, минимум 4 числа в нашем наборе должно быть. Но это еще не все. Мы только доказали так называемую оценку, что меньше, чем 4 числа на доске кратных 14 записано быть не может. Теперь мы с вами должны привести непосредственно итоговый пример. У нас же есть некоторые налетки, мы что-то выкидывали, да. Но, остановившись вот на этом месте, мы получили сумму 5104, но не 5120. Давайте немножко подкорректируем пример, да. И получим прям ровно 5120. Итак, давайте я все лишнее сотру здесь. И сконструируем подходящий пример. Потому что, еще раз, без примера вам пункт В не зачтут. Здесь вы должны доказать, значит, какое наименьшее количество возможно. То есть доказать, что больше нельзя, да. Точнее, что меньше нельзя. То есть доказать, что больше, чем 3 числа выкинуть нельзя. То есть, что меньше, чем 4 числа остаться на доске не может. И привести пример для 4 оставшихся на доске чисел. Это обязательно, да. Так называемая оценка плюс пример. Ну, смотрим, что у нас было на доске записано. У нас точно было на доске записано числа 1, 2 и так далее до 69. Правильно? 70 нет, потому что 70 число мы выкинули. Дальше у нас были на доске записано числа точно от 71, мы их не трогали, до 83, потому что число 84 мы выкинули. И у нас были числа написано числа на доске от 85 и до 97. 98 мы выкинули, 99 мы не трогали. У нас 99 число было на доске, число 100. И еще мы добавили 3 новых числа. 101, 102, 103. Вот это я убираю, да. Это у нас не получилось. Делать мы получили противоречие. Плюс 101, плюс 102, плюс 103. И вот такая сумма у нас стала равняться 5104. Нам теперь нужно подкорректировать этот пример так, чтобы сумма чисел была равна 5120. Давайте я здесь еще раз отмечу черным те числа, которые я выкинул. Вот черным 70, 84. Обведу их в счет. Их мы выкинули. И 98. Вот. Ну, какой самый простой способ сразу сделать эту сумму, равную 5104? Можно взять какой-нибудь из этих чисел и увеличить его, да. Насколько нам нужно. У нас сейчас сумма итоговая на 16 меньше, чем нужно. Мы можем взять число 103, увеличить его на 16 и получить новое число и новую сумму, которая будет равна 5120. И теперь тонкий момент. Когда вы будете это делать, вы должны проверить, да, что новое число, которое вы получите путем увеличения, не делится на 14. Потому что если с этим накосячить, можно случайно получить число, которое делится на 14, и тогда все пропало, да. Ну, то есть, например, что я имею в виду? Вот после 98, какое следующее число делится на 14? 112, да, а потом после него 126. Если вдруг так бы совпало, что вы бы здесь записали в новом наборе число 112 или 126, и сказали бы, о, вот смотрите, сумма равна 5120, все хорошо. То вы получили бы 0 баллов просто потому, что у вас в наборе было бы не 4 числа, а 5 чисель кратных 14. Просто потому, что последнее вы случайно получили и не проверили, что оно делится на 14. Ну, в общем, я сделаю так. Я числу 103 прибавлю 16, да, соответственно, у меня вся сумма увеличится на 16 и станет равна 5120. Я получу новое число в этом наборе, это 119, да, 119. Вот, и проверю, где есть число 119 на 14. 119, это, значит, 14 у меня умножить на 8, да, 14 на 8 это 112 и плюс 7 остаток. Вот, нацело оно не делится, да, потому что вот он есть, остаток. Поэтому я без проблем его добавляю. Итак, мой итоговый набор, в котором 4 числа кратных 14, это числа 14, 28, 42, 56. Вот оно, смотрим. От 1 до 69, здесь все эти числа кратные 14 есть, 70 выкинули. От 71 до 83, 84 выкинули. От 85 до 97, 98 выкинули. Дальше 99, 100, 101, 102, 119. Общая сумма 5120. Вот такой относительно несложный пункт В. Но здесь вы должны понимать, что нужно очень аккуратно расписать решение. То есть вот прям все, что я говорил, прям по шагам, убирая числа, говоря о том, что, чтобы сумма была минимальной, нужно убрать самое большое число, кратное 14, вместо него добавить самое маленькое, следующее натуральное число и так далее. Все должны писать. Обязательно изучите решение с нашего сайта школку.нет, которое с ссылкой на решение этой задачи будет в описании видео. И поймите, да, в чем суть оформления этой задачи. Поймите, задача действительно, можете опять там сказать, что не сильно сложная, но даже после разбора этого видео, да, вы посмотрите, если вас посадить и заставить прямо написать, как на ЕГЭ вы написали эту задачу, я больше чем уверен, что многие не получат 4 балла из 4 за это решение. Потому что будут какие-то нюансы, будет что-то упущенное, по критериямам снизят баллы. Поэтому внимательно ознакомьтесь с решением на сайте школково.нет. Ну, напоминаю, что идет марафон подготовки к ЕГЭ Школково, да, за 2 месяца. Ссылка на марафон, на всю информацию в описании видео. Присоединяйтесь. В марафоне уже больше 1000 человек, больше 100 городов России. Поэтому там очень здорово, весело и эффективно. Ну, а мы с вами в любом случае на наших видеоуроках продолжим готовиться к профилям ЕГЭ по математике. Всем пока!